Протест отказывается быть организованным. Протест отказывается быть организованным, правительство Франции ужесточит наказание за участие в несанкционированных акциях газеты «Коммерсант» номер один от 9 января 2019 года, СТР-6 во Франции продолжаются акции протеста желтых жилетов. На 8 акт 5 января на улице вышло 50 тысяч человек, в эту субботу демонстрации продолжатся. В обществе заметна усталость от стихийного движения, которое уже третий месяц расшатывает государственные институты, а премьер страны Эдуард Филипп уже заявил о необходимости ужесточить меры против участников несогласованных с властями акций. Правительства и протестующие повышают ставки перед намеченными на 15 января общенациональными консультациями, считает корреспондентов во Франции Алексей Тарханов. Париж намерен ужесточить наказание за участие в несанкционированных демонстрациях. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп, выступивший на этой неделе с осуждением актов насилия. Он пообещал, что в эту субботу на борьбу с беспорядками будут мобилизованы максимальные полицейские силы в 80 тысячах человек с техникой и бронемашинами. Правительство выступает за то, чтобы наше законодательство было доработано, чтобы был принят новый закон, который позволит наказывать тех, кто не хочет соблюдать обязанность об извещении, о подготовке акции протеста. О, в тех, кто будет участвовать в незаявленных манифестациях, тех, кто приходит на них, скрывая лицо, заявил премьер. Необходимо защищать свободу проведения манифестаций во Франции и необходимо наказывать тех, кто хочет подорвать это право, предупредил он. Ясно, что эта речь была адресована не только хулиганам, которых не так-то легко испугать. В первую очередь это было послание тем, кто обвиняет власти в нерешительности. Известный журналист Филипп Тессон в своей колонке в Лэппойнт уже упрекнул Эммануэля Макрона в том, что он позволяет анархии охватить страну, президент обладает властью, чтобы навести порядок. Отныне это необходимо в интересах республики и демократии. Напомним тем, кто об этом забыл, что это его обязанность и его право. Новогоднее выступление президента Эммануэля Макрона, в котором он пообещал проявить твердость, не успокоило страсти в обществе. Среди прочего президент пообещал также начать со следующей недели общенациональные консультации по вопросам, связанным с экологией, налогами, демократической системой и реформой госаппарата. Жилетам также предложено вступить в диалог, но организовать его будет непросто. Почти два месяца спустя после начала акции протестов желтых жилетов десятки тысяч их участников продолжают каждую субботу выходить на улицы французских городов. В минувшую субботу восьмой акт демонстрации желтых жилетов начался хорошо, а закончился, как обычно, драками с полицией и погромом в Париже. Большой новостью, преподнесенной как шаг к взаимопониманию, было то, что маршрут шествия, хоть и с опозданием, был доведен до сведения полиции. Но в итоге, пока полиция охраняла маршрут шествия желтых жилетов от Парижской мэрии до Национального собрания, другие жилеты митинговали на площадях у оперы и биржи, а также на Елисейских полях. Выступая за свободу демонстраций, жилеты снова продемонстрировали полное неумение их проводить. Они не могут организоваться, выбрать цели, уложившись в заявленное время, пройти по выбранному маршруту, как это предполагает закон. Добравшись 5 января до Бурбонского дворца, где заседает Национальное собрание, желтые жилеты совершенно не знали, что делать дальше, к парламенту их не пропустили полицейские, поскольку главные правительственные учреждения в дни демонстрации защищены от толпы, да и депутатов там в субботу не было. В итоге начались стычки у музея Арсе, демонстранты подожгли пришвартованный у набережной плавучий ресторан и рассеялись вдоль бульвара Сен-Жермен, крушая и ломая все, что попадалось под руку. Алексей Тарханов о том, как в Риме неожиданно поддержали французские протесты все телеканалы обошла сцена схватки на мосту у музея Арсе. Атлетического вида человек, одетый в черное, встал в боевую стойку и начал осыпать ударами полицейских, преграждавших путь толпе. Драчуна опознали им оказался профессиональный боксер Кристоф Детанжо, 37-летний чемпион Франции в полутяжелом весе в 2007-2008 годах. Его нашли и задержали, теперь ему грозит тюрьма, но в соцсетях из него уже сделали символ сопротивления. Был брошен клич, и ко вторнику сумма пожертвований, из которых предполагалось оплатить залог и услуги адвокатов, превысила 118 тысяч евро, после чего сбор на онлайн-платформе было решено прекратить. Профсоюз полицейских возмутился, ведь деньги были собраны для преступника, совершившего нападение на защитников правопорядка. Другое знаковое происшествие субботы – погром в Министерстве по связям с парламентом, где находится кабинет пресс-секретаря правительства Бенджамина Гриво. Накануне тот говорил, что участники акций, игнорирующие жесты доброй воли со стороны президента, превратились, по сути, в мятежников, которые хотят восстания и свержения правительства. В ответ демонстранты высадили ворота с помощью угнанного на стройке погрузчика и ворвались во двор министерства. Как издевательски прокомментировал это происшествие Луи Алья, заместитель лидера правопопулистов Марин Ле Пен, нападавшие приняли слова Гриво слишком буквально. Пока жилеты, в том числе один из их самоназначенных руководителей Максим Николь, угрожают едва ли невооруженным восстанием народа, другие недовольны тем, что власть уступает погромщикам. Параллельно сетевой организации желтых жилетов появились сообщества так называемых красных шарфов, которые намерены 27 января выйти на свой марш в поддержку правительства и порядка, что, похоже, пугает наблюдателей не меньше, чем желтые субботние погромы. Правительство находится в парадоксальной ситуации, чтобы заключить мир, нужно сначала выявить противника и усадить его за стол переговоров. Мешает этому одно, жилеты не спешат организоваться и выдвинуть своих вожаков. Поэтому решено пойти по пути инициативного формирования хоть какой-то структуры переговорщиков. Правительство запускает сетевую платформу для высказывания предложений, чтобы на их основе отобрать путем жребия по 100-200 человек для четырех национальных мастерских, которые будут искать пути к национальному согласию. Нечто вроде совещательного альтернативного парламента. Правда, среди предложений, которые собираются с середины сентября через мэрии, уже обнаружились такие, с которыми едва ли может согласиться правительство. Сплоченно выступают правые, в том числе с требованием отменить закон о гомосексуальных браках, принятый при президенте Франсо Аоланда. К тому же никто не может поручиться, что жилеты согласятся считать избранных в национальные мастерские своими представителями. В Марселе желтые жилеты, собравшиеся в редакции газеты, чтобы выработать общую позицию, так и не смогли договориться между собой. Более того, здание, где заседал созданный ими комитет желтые жилеты, движение, было немедленно осаждено другими представителями того же самого движения. Жилеты осыпали друг друга оскорблениями, и полиции пришлось разводить союзников, пока дело не дошло до рукопашной. А в центре тени желтые жилеты с одного перекрестка напали на желтых жилетов с другого перекрестка, подожгли их палатку и угрожали сжечь ее обитателей. Как пишут в своих комментариях читатели, стоит одним из них победить, и завтра светло-желтые жилеты будут драться с темно-желтыми или желто-зелеными. Что президент Франции заявил протестующим, президент Франции Эммануэль Макрон 27 ноября 2018 года ответил так называемым «желтым жилетом» участникам стихийных массовых акций протеста, начавшихся в результате повышения налогов на бензин и других непопулярных мер правительства. Впрочем, в своей речи глава государства больше говорил о перспективах энергетической политики Франции, чем о конкретных заботах французов. Корреспондентов в Париже Алексей Тарханов сомневается в том, что это лучший способ успокоить общественность и избежать новых беспорядков. Читать далее. Продолжение следует...